Здравствуйте, меня зовут Стас, я представитель компании E-Gears. Сегодня мы соберем модель под названием модульный Dice Tower. Это девайс из нашей линейки E-Gears Games. В нем есть ряд особенностей, которые я вам сейчас покажу. Давайте же начинать собирать. Итак, в коробке мы можем обнаружить 4 квадратных доски, вот таких, больших, и 4 маленьких. Также тут есть инструкция, свечка, наждачка. Первая особенность этой модели в том, что она создает из 4 аналогичных кубиков. Мы сейчас с вами соберем один из них. Давайте обратим внимание, в первую очередь, на то, что доски у нас пронумерованы необычным образом. Тут не только цифры, но еще и буквы. И каждый из кубиков имеет 2 доски. Для каждого из кубиков нам понадобятся доски с одинаковой цифрой. Например, для первого кубика я возьму доску номер 1А и 2А. Вот она. Остальные мы пока откроем. Вкроем инструкцию. Так, сразу хочу рассказать вам про значки, которые могут встретиться вам в нашей инструкции. Первый значок, вот этот, это значок смазать детали свечкой. Свечка идет у нас в наборе, вот так она выглядит. То есть, мы берем деталь и смазываем в том месте, где нам показывают, свечкой. Дальше. Восклицательный знак. Это значит, что мы должны обратить особое внимание на данный этап сборки. Скорее всего, вы сможете допустить ошибку в данном этапе. Наждачка. То есть, протереть деталь наждачкой в том месте, в котором показано в инструкции. Значит, вот этот значок означает отрезать. Для этого нам понадобится обычный канцелярский нож. И вот этот значок, значит, собрать зеркально. То есть, сборку этого элемента нам нужно повторить в зеркальном ее отображении. Давайте начнем собирать. Итак, для первого этапа нам понадобится деталь номер один, деталь номер два. Они находятся на большой досточке. Вот деталь номер один. И деталь номер два. Так, нам показано, что нам нужно смазать вторую деталь свечкой. Достанем из пакетика свечку. Смазать нужно вот в этих местах. И вот здесь, сверху. Так, теперь возьмем деталь номер один логотипом к себе лицом. И деталь номер два одеваем вот так. Должно получиться вот так. Дальше, этап номер два. Деталь номер три и номер четыре. Они находятся... Деталь номер четыре, вот она. Деталь номер три. Вот. Вот. Так, обращу ваше внимание на то, что деталь номер четыре должна входить с левой стороны от детали номер три, как показано в инструкции. Вот так. Далее. По аналогии с деталью номер два, мы деталь номер три смазываем в тех же местах. И, согласно этапу номер три, надеваем эту деталь сюда. Вот так. И соединяем их к центру. При этом попадая шипом в паз. Вот так. И опускаем вниз. Вот так. До упора. При этом, обретите внимание на тыльную сторону. Нужно опускать до тех пор, пока зубчики, вот здесь, на этих деталях, не попадут в нужное специальное отверстие. Вот. Если вы попали в отверстие, это значит, что все деталь опущена до упора. Так, и еще вот тут наше внимание, в инструкции обращают на то, что детали три и два, они не одинаковые. Деталь номер два имеет вот здесь вот такую стрелочку. Вот здесь вот обращают наше внимание на это. И она должна располагаться именно в этом месте, а не в этом. И следующим нашим этапом сборки будет сборка того же самого элемента, только в зеркальном ее отображении. Вот в таком. Давайте начнем. Начинаем опять же с первого этапа, только все зеркально делаем. Так, для этого нам нужно детальный номер. Дальше номер два, номер три, номер четыре. Так, теперь снова берем вот эту деталь. лицом к себе логотипом, так, чтобы он был не перевернут, так, чтобы надпись была читаема. И вот эту деталь со стрелочкой, деталь номер два, мы соединяем с этой деталью так, чтобы стрелочка, ну то есть деталь со стрелочкой была возле логотипа. Вот так. То есть зеркально вот этому варианту. Дальше соединим вот эти детали между собой. Тоже зеркально вот этому этапу. То есть вот эта деталь номер четыре у нас теперь с правой стороны. Наденем. Так, я, кажется, не смазал вот эту деталь здесь. Тоже смажем ее. И точно так же соединяем их. Сначала сдвигаем к центру. Попадаем шипом в паз. И опускаем до упора. Опять же проверяем, чтобы зубчики попали в отверстие. Они попали. Все отлично. Так. Теперь можно переходить дальше. Деталь номер шесть и номер семь. Соединяем между собой. Деталь номер шесть. Вот она. Можем выдавить сразу две, чтобы собрать два таких элемента. И деталь номер семь. Их тоже две. Давайте соберем сначала один элемент, потом по аналогии соберем второй. Так. Соединяем эти две детали вот так. Дальше. Выдавливаем детали номер восемь. В каждом из элементов, из вот таких, из узлов нам нужно по две детали номер восемь. Всего их четыре. Так. Теперь берем детали номер восемь. И с каждой стороны вставляем вот в отверстие. Слева и справа. Вот так. И повторяем. Так. Деталь номер шесть и номер семь. И деталь номер восемь. Готово. Дальше. Берем самый первый наш узел. Смотрим, чтобы это был... Чтобы логотип был читаемый. То есть лицом к нам. Дальше. Берем вот этот узел. Смазываем ему шипы. Вот здесь, как показано в инструкции. Вот так. И теперь вставляем Должно получиться вот так. Так, чтобы вот этот вот элемент как бы немножко ходил там. Крутился. Чтобы он имел ход. Это будет своеобразная кнопка. Вот такая. Так. И здесь мы делаем то же самое. Но в инструкции это чуть-чуть попозже. Поэтому давайте будем делать все точно так, как в инструкции. Сейчас нам нужны две детали номер девять. Их нужно зачистить по периметру наждачкой по окружности. Главное, чтобы не было заусенцев. так, и смазать свечкой. Тоже по кругу. Так, и еще смазать нужно вот эти шипы. теперь мы можем одеть вот эти круглые элементы на шипы. Одеваем аккуратно, чтобы не сломать двумя пальцами с двух сторон. Я прижимаю вот так. Вот. Вот его. И со второй частью с зеркальной проделываем все то же самое. Здесь нам нужно смазать шипы. вставить их в пазы. Вот так. Так. Теперь выдавим еще две детали на 9. Можем выдавить весь блок. Так. И опять же зачищаем их смазаем. Снимаем на 10 кг. И емкочим. И емкочим. Снимаем на 11 кг. И т.к. И вступим на 11 кг. Далее взбернана. шпы соединяем Давайте дальше. Так, ну вот здесь уже показано то, что мы уже сделали. Перейдем к вот этому этапу. Нам нужны детали номер 10, две детали номер 10, номер 11 и номер 12А. Вот детали номер 12А. Детали номер 10. Детали номер 11 нам нужно вставить в два по два снизу. Детали номер 10 вставляем вот в эти пузы. Вставляем так, чтобы вот эти шипы торчали наружу. Должно получиться вот так. Дальше мы соединим все эти три элемента, как показано в инструкции. Мы берем сначала вот этот и вот этот. Соединяем между собой. Вот таким образом. Вот так. И теперь вот этот элемент. Он у нас здесь показан. Вот сюда. Следующая деталь, которая нам понадобится, деталь номер 13А. Дальше мы берем свечку и смазываем вот эти места. Вот эти вот кусики, которые гибкие. Их нам нужно чательно смазать. Теперь вот эту деталь мы должны вставить сюда. Но тут соединение не очень обычное. Мы не просто давим его вниз, а мы как бы вставляем ее под углом. При этом, немножко надавливая вниз, мы отгибаем вот эти вот элементы. Вот так. Чтобы она смогла пройти сверху. Сделано это было для того, чтобы мы в любой момент смогли снять эту деталь и одеть обратно. Позже я поясню, в чем тут особенность. Дальше нам понадобятся детали номер 14 и номер 15А. Детали номер 15А. Две детали номер 14. Так, тут одна. А где-то тут вторая. Вот она. Так, смажем вот эти вот выступающие части для того, чтобы можно было свободно надеть вот эти детали. Теперь аккуратно вставляем их вот так с другой стороны. Вот должна получиться вот такая вот деталь. Это будет крышка. Теперь берем нашу коробочку, наш кубик, и вот эти вот гнущиеся детали, усики, также смазываем. И теперь по аналогии с вот этой деталью, эту крышку мы должны одевать вот под углом. То есть мы вставляем сначала одну из частей, то есть как бы одну часть вставляем, потом немножко придавливаем ее вбок и одеваем вторую часть. Опять же, сделано это для того, чтобы мы могли свободно снимать и одевать крышку, когда нам угодно. Так, дальше. Детали номер 17 нам нужно и детали номер 16А. Детали номер 17А. Вот она. Детали номер 16А. Их две. Детали номер 16А. Так, теперь будьте внимательными. Здесь эту деталь очень важно, какой стороной мы будем держать к себе. Ее важно держать именно вот этой стороной к себе. В чем разница в том, что вот эти квадратики должны, эти отверстия должны располагаться именно вот так. То есть по диагонали в эту сторону, а не в эту. То есть я держу эту деталь вот так. И теперь беру вот эти две детали 16А. и вставляю их вот в эти пазы. Все. Готово. Теперь нам нужно шайбу номер 9. Четыре штуки. Все мы их зачищаем наждачкой и смазываем свечкой. П Как правило, Как правило, спросил и ray waar на Продолжение следует... Продолжение следует... Подвес каждой стороны... Если плохо надевается, как у меня... Давайте смажем шипы дополнительно свечкой тоже... Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Готово... И... Последний этап сборки... Это... Виталий номер 18 и 19 Виталий номер 18... Мы вставляем снизу... От... Вот этих деталей... То есть... С другой стороны... Переворачиваем... Вставляем вот сюда... Вот так... И вторую... С другой стороны... Так... И... Детали номер 19... Вставляем... Вот... Все... Вот... Такие пазы... По... Периметру... Их 4... Вот... Вот... Это дно нашего кубика... Сборка кубика... Закончено... По аналогии... С этим кубиком... Мы... Собираем... Все 4 кубика... Сборка их... Практически... Ничем не отличается... Единственное... Отличие их... Это... Визуальное... То есть... Отличие только в дизайне... Вот... Вот эти вот элементы... Они отличаются... Сборка уже никак не отличается... Поэтому... Вы можете собрать... Остальные 3... По аналогии... С этим кубиком... Особенность этой модели... Состоит в том... Что... Она состоит из 4 одинаковых частей... Каждую из частей... Из кубиков... Можно использовать... Как по отдельности... Так и их... Вместе... Сейчас я вам покажу... Как их использовать по отдельности... У каждого кубика есть... Две кнопки с каждой стороны... Под пальцем... То есть... Когда мы нажимаем... Одновременно... Два пальца... У нас... Отваливается дно... Если мы их... Не нажмем... Эти кнопки... Дно будет хорошо... Надежно зафиксировано... Сделано это для того... Чтобы... Мы могли... Перемешивать... Кубики внутри... По аналогии... С... Стыканчиком для кубиков... То есть... Мы... Кладем сюда кубики... Закрываем... Перемешиваем... И... Потом... Открываем... При этом мы видим результат... Вот... Для того чтобы закрыть... Обратно... Присоединить дно... Мы можем слегка... Нажать на кнопки... И... Вот так... По... Направляющим... Зафиксировать... Дно... Вот... Таким образом у нас получается... Такой кратный кубик... Дальше... Каждый кубик имеет съемные части... Их две... Одна часть... Это... Верхушка... Крышка... И вторая часть... Это... Стеночка... Одна из стеночек... Дальше я вам покажу... Для чего они нужны... Для чего нам нужно их снимать... Для этого... Мне нужно собрать остальные три... Так... Для того чтобы одеть крышку... Вот опять же... Нам нужно не просто давить ее вниз... А... Ставить ее под углом... И... Давя в сторону... Опускать ее... Вот так... Вот... И... Сейчас давайте посмотрим... Как собираются они... В одну большую... Башню... Итак... Я собрал все четыре кубика... Каждый из которых... Вы можете использовать по отдельности... То есть... Каждый игрок... Может иметь при себе... Один куб... Перемешивая... Дайсы в нем... Но также можно построить... Один большой дайс-тауэр... Сейчас я вам покажу как... Итак... Каждый дайс-тауэр... Ну... Большой дайс-тауэр... Состоит из нескольких ярусов... Каждый кубик... Являет собой... Ярус... Чтобы построить... Первый ярус... Нам нужно снять... Верхнюю часть... Крышку... Снять... Боковую часть... Они занимаются... Легким движением руки... Просто нужно... Потянуть... Дальше... Чтобы... Создать... Такую... Вот... Плоскость... Для падения кубиков... Нам нужно... Вот эту деталь... Опустить... Вот... В эти... Позы... Вот... Вот так... Чтобы она надежно тут... Стояла... Вот... Для этого... Мы как бы... Совмещаем... Стрелочки... На... Крышке... И стрелочки... На... Корпусе кубика... Должно получиться... Вот... Так... Эту деталь... Мы пока откладываем... Дальше я покажу... Зачем она нужна... Берем второй кубик... Снимаем крышку... И... Тут... Нам нужно... Отсоединить дно... Дно... Мы пока откладываем... Тоже... Теперь... У нас есть... Второй вариант... Расположения... Крышки... Это... Вот так... Точно так же... У нас есть стрелочки... Здесь... И есть стрелочки... На корпусе... Кубика... Мы их соединяем... И таким образом... У нас... Она вот так вот... Не закреплена... Но... Держится... Мы... Теперь... Берем два кубика... И... Ставим один на один... Так... Чтобы... Зажимы... Верхнего кубика... Совпадали с шайбами... На нижнем кубике... Вот так... Вот... Дальше... Берем... Третий кубик... Делаем точно так же... Как и со вторым... Подсоединяем дно... Снимаем крышку... Ставим крышку... Вот в такое положение... Ставим... Уже... На второй кубик... При этом... Нужно... Чтобы... Крышка была... Уже с другой стороны... В отличие от второго кубика... Вот так... И... Берем... Четвертый кубик... Тоже... Соединяем... У него дно... И тут у нас... Появляется... Третье положение крышки... Мы... Вставляем крышку... По середине... Кубика... И... Поворачиваем ее... Так... Чтобы... Опять же... Соединить стрелочки... На крышке... Со стрелочками... На кубики... Таким образом... Она у нас... Надежно зафиксирована... Она не... Телепается... Как здесь... Но... Тоже под углом... Вот... И тоже остается... Пространство для падения кубиков... Надеваем ее сверху... Вот... Таким образом... У нас... Все крышки... Надежно закреплены... Эти хоть и болтаются... Но они... Не упадут... Благодаря тому... Что... Каждая из них... Закреплена кубиком сверху... Это у нас... Тоже надежно держится... И это тоже... Далее... Дно... Нам нужно... Присоединить... К... Дну... Первого кубика... Для этого... Мы просто берем... Берем... Дно... Соседнего кубика... И... Перед... Использованием... Я... Рекомендую... Вам... Смазать... Воском... Вот эти... Части... Детали... В каждом из кубиков... Вот так... И... Просто... Присоединяем... Присоединяем... До... Щелчка... Вот так... И... Точно так же... Делаем... Со вторым дном... И... С третьим... И... Э... Концом... Этого... Днища... Этого... Поддона... Является... Вот эта крышка... Которая у нас осталась... Для того, чтобы ее закрепить... Мы просто... Ставим ее... Вот так... Вертикально здесь... И поворачиваем... Дальше... Она упирается... В эти детали... И держится надежно... Таким образом у нас получается... Полноценный... Дайстаур... Башня для кубиков... Которую мы можем использовать... Для бросков... Сейчас я вам покажу... Как это работает... Вот так... То есть... Мы можем использовать... Два кубика... Можем использовать... Четыре... Можем использовать... Вот... Результат здесь... Теперь... Давайте... Соберем... Обратно... Нашу башню... Для этого... Снимаем... Верхнюю... Верхнюю часть... Башни... Верхний кубик... Для того, чтобы ее снять... Опять же... Нужно просто нажать на кнопки... То есть... Так она надежно зафиксирована... Но если мы нажмем на кнопки... Она легко снимется... Снимаем крышку... Ну... Простым движением... В принципе... Ничего сложного... Так... Одеваемся... Так... Снимаем... Опять же... Закрепляем крышку... Поворотом... То есть... Поворачиваем... Немножко давим... Вбок... Вот туда... И... Опускаем... Отсоединим дно... И... Пересоединим к своему кругу... Точно так же... Вот так... Так... Вот так... Вот так... Вот... Вот таким... Несложными... Несложными... Манипуляциями... Мы можем... Из 4-х кубиков... Сделать... Дайс Тауэр... При этом... Вы можете... Использовать... Не только 4 кубика... Но и больше... Если у вас... Есть друзья... Например... Которые используют... Такие же кубики... Вы можете... Строить башню... Выше 4... 8... 12... И так далее... Кроме того... Вместо... Одной... Большой башни... Мы можем... Использовать... Две маленьких... Составив... Два... Кубика... В... Две... Башни... Все... Спасибо за внимание...